МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это вызовы времени в студии Мария Бересневич. Здравствуйте! Беларусь готовится к единому дню голосования. На неделю предстоящую избирательную кампанию президент обсудил с главой Верхней Палаты Парламента. Беларусам предстоит избирать депутатов всех уровней и сформировать состав Совета Республики. В Палату представителей 110 человек, в местные советы порядка 13 тысяч. Очень горячая тема – это выборы. Я просил бы вас, прежде всего, администрацию президента, если нужно парламент, Нижнюю Палату, подключиться к проведению этих выборов. Тем более вы уполномочены по Минску. Это основной наш сегмент, основная область, где выборы будут проходить в Минске. Да, у нас отличался некой особенностью. Поэтому вот как здесь обстоят дела, тем более мы давно договаривались с вами о том, что надо будет посмотреть, насколько готовы к выборам все органы власти. Короче, надо ЦИК помочь, Карпенко надо помогать, потому что у нас нет таких созданных систем бюрократических, административных, которые бы занимались выборами, кроме Центральной избирательной комиссии, основные, так сказать, нелюбительских начала. Поэтому этот вопрос надо держать под контролем. Опыт у вас есть. Единый день голосования, напомним, пройдет 25 февраля. И до и во время выборов будет работать большая команда. В составе избирательных комиссий, а их около 6 тысяч, планируют задействовать порядка 70 тысяч человек. В обновленной Конституции не позднее, чем через 60 дней после голосования должно пройти Всебелорусское народное собрание. Крайний срок для его проведения в 2024-м, 25 апреля. Конечно, к этой работе надо подходить ответственно. Прежде всего, должны сегодня активно работать в этом направлении местные органы власти. Это территориальная круга, формирование, это подготовка к этому важному политическому мероприятию. Но свою роль мы видим в том, что, конечно, в Палату представителей, в Совет Республики, в местные советы депутатов должны прийти люди, которые живут проблемами своей страны, которые живут жизнью своей страны, которые любят своих людей. Если ты готов к такой работе, что она будет очень непростой, ты должен взять на себя ответственность за тех людей, которые тебе отдадут свой голос, которые проголосуют за тебя. А значит, это не просто прийти и нажимать на кнопочку, и одень значок на грудь, а это значит, вместе с ними жить их проблемами, их радостями, бывать в коллективах, встречаться с людьми, проводить приемы. В общем, это огромная ответственность. И, вы знаете, мне довелось работать в разных должностях, в разных учреждениях, организациях, на предприятиях, в реальном секторе экономики. Но, вы знаете, работа очень непростая, она очень интересная. Очень интересная работа члена Совета Республики. Она очень интересная. Ты постоянно погружен в гущу тех событий, которые происходят в своей стране, и не только в своей стране, но и на международной арене. И ты должен ориентироваться, ты должен видеть, ты должен понимать, сочувствовать, сопереживать, радоваться. Это очень непросто, но это очень интересно. И я желаю всем тем, кто для себя сделает такой выбор и пожелает стать депутатом, но принимать это решение очень взвешенно и обдуманно. И, конечно, мы, члены Совета Республики, абсолютно подключимся к этой работе. Где-то со своей стороны дадим характеристику тем кандидатам, потому что мы же видим, мы же на протяжении вот этого всего времени работали вместе с ними и с теми людьми, которые уже были депутатами. Ну, а, возможно, те, которые захотят стать депутатом, но видели их в работе. И вот здесь важно не ошибиться. Количество избирательных округов по сравнению с предыдущей парламентской кампанией не изменилось. 110. У голосующих будет разное количество бюллетеней. В Минске два. Столичные жители выберут депутатов Палаты представителей и Минского Гурсовета депутатов. В областных центрах еще плюс один. Избиратели в сельской местности получат 4 бланка. Они будут решать, кто представит их интересы еще в сельском или поселковом совете. Мы же граждане Белоруссии, вы понимаете, да. Я уже проработала столько здесь, пенсионерка, так что, да, обязательно пойду, да. Меня интересуют все вопросы, да. И кто у нас будет, депутаты, или кто у нас будет, да, городские. Так что обязательно пойду. Нормально. Должен быть порядок, конечно. Должен быть единый день. Всегда голосую, всегда посещаю в своем участке, к которому отношусь. Надо выполнять свою гражданскую позицию. Мы все живем в государстве, мы должны принять участие в голосовании. Почему бы и нет, если можно все сделать в один день, и меньше времени у людей на это будет уходить, и с меньшим бюджетом, поэтому отлично отношусь. Очень положительно относимся к тому, что ввели один единый день, все придем, проголосуем, и все будет отлично, меньше времени займет. Кстати, исключено и голосование за рубежом. Участки будут работать только в Беларуси. Чтобы дать свой голос, придется приехать на родину. Избирательным правом, к слову, наделят и тех, для кого Беларусь стала буквально вторым домом. Депутатов местных советов правят выбирать не только белорусы, но и граждане России, которые постоянно проживают в нашей стране. Они должны предъявить вид на жительство. Это не ущемляет права граждан, которые выехали по тем или иным причинам за рубеж, приехать в страну и в период досрочного голосования со вторника по субботу и в день, единый день голосования 25 февраля 2024 года, выполнить свой гражданский долг, прийти на участки и проголосовать. Конечно, для этого нужен документ, удостоверяющий личность. Таковым документом является паспорт. Но ЦИК традиционно принимает решение, какие еще документы могут удостоверить личность гражданина. В случае, если паспорт, допустим, находится на оформлении, на визу подали и прочие-прочие варианты, мы такой перечень документов принимаем. Как правило, мы относили к таким документам пенсионное удостоверение, студенческий билет, удостоверение государственного служащего. Предстоящую кампанию взамен испорченного бюллетеня предоставит всего один дополнительный. Фотографировать заполненный лист строго запрещено. Что касается присутствия иностранных наблюдателей, об официальном приглашении говорить еще рано. Прежде необходимо дождаться указа президента, который обозначит начало избирательной кампании в стране. Тогда же начнутся выдвижения в составы территориальных комиссий, сбор подписей и выдвижение кандидатов. Впереди крупная электоральная кампания, где идеологическая составляющая имеет первостепенное значение. Работайте, думайте, кто будет представлять вас в парламенте, в Сибелорусском народном собрании. Мы абсолютно не прячем то, что мы кого-то будем поддерживать. Это естественно. Если бы мы сейчас, знаете, такими целомудренными себя представляли, с нас бы просто смеялись. Ни в одном государстве, самым демократичным, ну возьмите, нас все время американцы учили. Вы видите, как там проходила и проходит избирательная кампания. Упаси нас Господь так проводить ее, по почте особенно. И если бы мы так проводили, у нас бы сейчас нет, раньше свеца земли стерли. Поэтому у нас есть свои задачи, у нас есть свои цели. Определяйте достойных патриотичных людей, профессионалов и поддерживайте их на парламентских выборах и в Сибелорусское народное собрание. Ничего я не прячу и вам прятать нечего. Но это должны быть профессионалы, достойные люди, чтобы люди, узнав о кандидатах, которых мы поддерживаем, не бросали нам в лицо всякие гадости. От результатов электоральной кампании 2024 во многом зависит дальнейшая судьба нашего государства. Кроме того, что депутаты решают проблемы на местах и обязаны быть в постоянном контакте с людьми, не стоит забывать, народные избранники войдут и в состав ВНС. И именно за Всебелорусским народным собранием будет последнее слово в вопросах национального масштаба. Словом, еще есть время оточить практику, опираясь в том числе и на российский опыт. Объединение выборов разных уровней в единый день голосования РФ практикует ровно 10 лет. Это экономит время избирателя и, конечно, бюджет. Хочу вас поздравить с таким этапом серьезным электорального цикла. Единый день голосования во многих регионах прошел. Результаты понятны. Не хочу даже их анализировать. Наверное, вообще никогда таких результатов не было. Вся ваша кандидатура на должность губернатора в народом были поддержаны. Это большой успех. Тем временем до парламентских выборов в Польше полторы недели. По их результатам будет сформирован новый состав правительства. Избирательная кампания в стране-соседке проходит на фоне непрерывных скандалов. В основном связанных с правящей партией право и справедливость. Всплывают такие факты, о которых сами избиратели предпочитали бы не знать. Общество напряжено и дело не столько в политических играх, сколько в экономическом благополучии поляков. Жить становится дорого. По прогнозам, в 2024 инфляция в Польше будет самой высокой в Европе. А предстоящие выборы обещают стать одними из самых непредсказуемых. Ну что ж, время покажет. Субтитры создавал DimaTorzok